Итак, мы с вами увидим топ-лидер Александр Эмарин. Алло, Александр, все здесь, да? Я скажу, что мы все здесь. Да, я здесь. Здравствуйте. Здравствуйте, Герард. Мы все здесь. Мы все здесь. Супер, 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 супер. Итак, я хочу дать слово к топ-лидер Александр. Я хочу дать слово к топ-лидер, я хочу дать слово к топ-лидер. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Александр. Я хочу дать слово к топ-лидер. Спасибо за помощь нам. Я имел счастье наблюдать, как развивается проект практически с самого начала. И могу отметить, что мой опыт в краудинвестинге составляет уже больше пяти лет. И такой скорости развития проектов я пока еще не видел. Меньше чем за 11 месяцев, команда представила свой первый коммерчески успешный проект, как вы знаете, называется он DJ Wells. Что в переводе с английского? Да, в переводе с английского, Wells означает богатство, достаток. У меня немного связи пропадает. Меня слышно было? Хорошо. Что такое искусственный интеллект? Давайте, друзья, разберемся в этом. И почему мы считаем, что это основной тренд развития человечества на ближайшее время, на ближайшие годы? Каждый раз, когда человечество переходит на следующий этап развития, это называется технологический уклад. Ученые многих стран думают о том и размышляют, какие именно технологии в очередной раз изменят жизнь всего человечества? Каждый раз, когда следующий этап идет, льта технология изменит жизнь, льта технология изменит жизнь, льта технология изменит жизнь. Технологии искусственного интеллекта, безусловно, являются частью перехода человечества на новый этап развития. Мы все с вами являемся свидетелями нового витка, можно сказать, эволюции. Это технологии, которые уже сейчас меняют нашу жизнь, меняют ее коренным образом, и в ближайшие годы мы все будем пользоваться продуктами на основе этих технологий, и можно сказать, что мы перестанем мыслить себя без этих технологий. Те, кто постарше, те знают, например, как происходил четверти технологический уклад, когда IT технологии и мобильная связь изменили нашу жизнь полностью. В 90-х годах, когда появился первый интернет, первая мобильная связь, большинству людей казалось, что это только для очень-очень богатых, обеспеченных людей. И только ученые, эксперты понимали, что скоро мобильные технологии мобильного интернета и вообще интернета войдут в каждый дом, в каждый офис и в каждый телефон. И сегодня этими технологиями пользуются даже дети. Я хочу сказать, что технологии искусственного интеллекта точно так же входят уже сейчас в нашу жизнь и будут ее менять на протяжении ближайшего десятилетия точно. Первые идеи применения искусственного интеллекта осмысливались учеными еще в 60-х годах прошлого века. Но на том этапе развитие было невозможно потому что не было во-первых компьютеров, второй виток и третий были более успешными, но компьютерные технологии не позволяли на тот момент развиваться. И теперь, когда мощности компьютеров выросли достаточно чтобы эти технологии стали входить в нашу жизнь, мы видим бурный рост. То есть ученые еще в прошлом веке начали изучать как работает мозг человека, как он обучается, как он мыслит и как он принимает решения. И как только технические возможности позволили, все это было перенесено в компьютеры. В развитых странах искусственный интеллект уже сейчас бурно развивается и меняет жизнь, и это касается всех сфер жизни человека, всего человечества. Это касается всех сфер, как я уже сказал, будь то медицина, или это будет экономика, или это будет транспорт, наука и даже искусство. Уже сегодня, например, есть технологии, которые на основе накопленных больших данных могут прогнозировать многие заболевания и, как вы знаете, гораздо легче провести профилактику, чем лечить заболевание, когда оно уже набрало силу. Сегодня мы уже имеем технологии, которые позволяют, в основном, на данные, в зависимости от анализа, делать предупреждения, делать диагностику. И это очень важно, потому что, как вы знаете, это более эффективно преждение, чем лечить. Например, все человечество сейчас постигло большую беду, это коронавирус, и одна из основных проблем, это своевременная и правильная диагностика этого заболевания. Да, и современные технологии на основе искусственного интеллекта уже позволяют сегодня, на основе, например, снимков или анализов, и анализов крови определять, что у человека положительный диагноз или отрицательный. И, maintenant, les technologies basées sur l'intelligence artificielle permettent, en se basant sur des radios ou des examens de sang, de comprendre si la personne est testée positive ou négative. Уже сегодня искусственный интеллект пишет книги, вы только вдумайтесь в это, и выигрывает в разных конкурсах. Сегодня мы даже, порой читая эту книгу, не можем определить написал ее человек или искусственный интеллект. И мы уже видим примеры этого, очень красивую музыку. Il y a aussi des exemples de la composition de la musique, assez belle musique, par l'intelligence artificielle. Call-centres крупнейших компаний сейчас обзванивают своих клиентов, и мы даже не можем порой догадаться, что с нами разговаривает не человек, а робот. А технологии уже настолько продвинулись, что мы, по голосу, не можем понять этого. Ну, перспективы развития искусственного интеллекта, они колоссальные, и даже наша дорожная карта, она написана примерно на 2-3 года в период. Потом она будет корректироваться, потому что развитие происходит очень и очень быстро. Например, технологии… Например, технологии беспилотного управления автомобилями. Вы сегодня все видите какой прогресс в этой сфере. Сегодня уже автомобиль может ориентироваться на дороге, читать дорожные знаки, дорожную разметку, объезжать препятствия, и так далее, и так далее, и так далее. Мы можем уже разговаривать со своим автомобилем, и это недалекое будущее. L'automobile peut déchiffrer les codes de la route. Il peut contourner des obstacles. Nous pouvons parler à notre voiture. Donc cet avenir est déjà là. Очень скоро мы будем общаться буквально с нашими устройствами, с нашими домами, с нашими автомобилями, как я уже сказал, и они будут не просто реагировать на это, на наши команды, они будут нам отвечать, отвечать как живой человек. В bientôt nous pourrons communiquer avec des objets, tels que la maison, l'automobile, et ces outils, ces gadgets pourront nous répondre. Россия традиционно всегда была сильна в математических науках, и именно поэтому Россия находится в тройке самых сильных стран в плане развития искусственного интеллекта. Если вы читаете новости, следите за этой темой, то вы убедитесь в том, что очень и очень много российских технологий используют и другие страны, например США, Китай. Если вы смотрите наши atualности, вы знаете, что многие страны, например, в Китай, или США, используются для развивания, которые используются для русских. Например, недавно был представлен комбайн, который собирает урожай без пилотов, и 20 комбайнами одновременно может управлять всего лишь один оператор, находясь даже не на поле. Рécemment, on a vu des machines agricoles qui peuvent récolter sans aide des agriculteurs. Donc cette machine agricole peut se trouver seule dans le champ et guider à distance. И кроме того, что скорость сбора урожая увеличивается в несколько раз, и сам объем собранного урожая можно повысить примерно на 20%. Это большой прорыв. Эти технологии покупают за рубежом, а это российская технология. На этом я свое выступление заканчиваю. Я вас всех благодарю за поддержку нашего проекта. Если вам проект откликается, вступайте, изучайте, подписывайтесь на наши социальные сети, следите за развитием. И если у вас есть желание, то можете стать инвесторами. Сейчас я приглашаю CEO компании, это Алексей Огнеф. Он является одним из основателей проекта, но и главным лидером. И я переехаю слово к CEO компании, Алексей Огнеф. Он один из основателей проекта и его лидер. Спасибо. Друзья, я всех приветствую. Как меня слышно? Для меня большая честь сегодня выступать на конференции в Бенине. Это наша первая конференция. И я благодарю за ее организацию, миссия Жерара, миссия Октава и Александра. И для всего проекта, для меня в первую очередь, большая радость, что подобные конференции становятся регулярными. И уже в этом месяце мы проводили конференцию в Коте-д'Ivoire. И вот сегодня, в завершающий день месяца, мы проводим ее в Бенине. Для меня это большое желание делать конференции. Мы уже у нас есть конференция в Коте-д'Ivoire. И сегодня, на 31 октябре, мы у нас есть конференция в Вене. Я выступлю сейчас с рассказом о том, чем занимается экосистема DGU и каких результатов нам удалось достичь за 11 месяцев с момента старта проекта. Я хочу поговорить о экосистеме DGU, о том, что мы делаем и о результатах мы смогли получить в последние годы. И также я расскажу о том, что ожидает всех партнеров в ближайшие месяцы 2020 года и какие важные события еще произойдут. И я прошу подготовить свои вопросы. На части важных вопросов я отвечу в конце своего выступления. Ну так вот, что же такое экосистема ДGU и чем мы занимаемся и чего нам удалось достичь? Ну так вот, я хочу рассказать вам о том, что мы делаем и какие результаты мы делаем. ДGU это экосистема разработки и финансирования продуктов в области искусственного интеллекта. ДGU, это экосистема, который занимается и финансирования продуктов в области искусственного интеллекта. ДGU, это первое, что мы делаем, что мы делаем, что мы делаем, что мы делаем, что мы делаем в области искусственного интеллекта. ДGU, это первое, что мы делаем, что мы делаем, что мы делаем, что мы делаем, что мы делаем в области искусственного интеллекта. ДGU, это первое, что мы делаем, что мы делаем, что мы делаем, что мы делаем в области искусственного интеллекта. Я разделю эти достижения на несколько важных блоков. Технологический блок. В портфеле у нас уже три собственные работающих технологии, которые реализованы в продуктах. И с каждой из этих технологий вы можете ознакомиться лично. Сейчас я о них расскажу чуть подробнее. И вы можете узнать каждую из этих технологий лично. Я расскажу больше в детстве. Первая технология – это компьютерное зрение. Первая технология – это компьютерное зрение. Мы произвели нейросеть, искусственный интеллект, который может определять предметы, людей, эмоции, возраст, пол и еще много различных факторов. Вторая важная технология, которую мы сейчас патентуем. Вторая технология – это генерация голоса. С помощью этой технологии мы научили искусственный интеллект говорить голосом человека на русском и на английском языках. Нам удалось клонировать голос президент России. Мы демонстрировали это в наших новостях. И особенностью нашей технологии является то, что мы достоверно можем передавать различные оттенки голоса, интонации, тембр и множество других факторов. Третья технология – это предиктивная аналитика, работа с большими данными. Третья технология – это анализ предиктивная аналитика. Это лечение больших данных. Собственно, на базе этой технологии нам удалось выпустить первый коммерческий успешный продукт нашей экосистемы, про который вот говорил Александр – это ДГУ Веллс. То есть, что такое предиктивная аналитика? Это умение работать с большими объемами информации и, по сути, на основе анализа этих информации предсказывать будущее на какой-то период. И также мы ведем еще наши разработки в двух важных областях. Это биометрия и обработка естественного языка. Эти термины могут показаться сложными для вас и здесь нет ничего такого. Важно понимать, что нам удается устраивать свою работу таким образом, что мы эффективно работаем во всех областях и достигаем результаты. Эти термины могут показаться сложными для вас. Это не важно. Важно, это важно, чтобы выяснить, чтобы понять, что мы сможем работать на все эти секции, на все эти областях, на все эти областях, на все эти областях. Это удается благодаря тому, что у нас сформирована эффективная и достаточная команда для того, чтобы вести разработки и привлекать необходимые технологии в нашу экосистему. И, собственно, эта команда, как показывает практика, эффективно работает и достигает результаты. Также в нашей экосистеме нам удалось приобрести собственные вычислительные мощности. Это такие большие компьютеры, которые занимаются обработкой запросов искусственного интеллекта и выдают результаты. И, собственно, наш экосистема имеет очень мощных компьютеров, которые позволяют тренировать огромное количество данных и выдают успех. А наличие собственного оборудования для проведения эффективных исследований – это очень важный фактор, который также привлекает в нашу экосистему нужных нам специалистов, таких как Data Science и многие другие специалисты по искусственному интеллекту. И таким образом появляется вот это множество разных продуктов, которые возникают. И они доводятся до совершенства в нашей системе. И, благодаря этому, мы имеем множество продуктов, которые появляются в нашу экосистему. И важно понимать, что DJU – это не стартап одного продукта. И, как правильно говорил Александр в своем выступлении, это экосистема, в которой рождаются множество технологических решений на основе искусственного интеллекта. И каждый из этих решений может быть потенциально коммерческим успешным и приносить много денег. И, как вы знаете, технологические компании – это самые высококапитализированные компании. стоит посмотреть на первые строчки в рейтинге. И там всегда будут именно высокотехнологичные компании, такие как Apple, Microsoft, Google, Amazon и так далее. И, как вы знаете, очень хорошо. 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 И именно понимание того, что мы экосистема, в которой есть множество продуктов, на основе искусственного интеллекта и привлекло за год нашего существования в нашу экосистему более 40 тысяч партнеров со всего мира. И это большое достижение проекта и говорит о том, что люди, независимо от страны в которой они проживают, понимают перспективу и возможность зарабатывать на технологиях искусственного интеллекта. И вот эта конференция, которая проходит сейчас, на которой я выступаю, также говорит о том, что жители вашей страны хотят разобраться в современных технологиях, хотят понимать в каком мире они живут и как эти технологии могут быть использованы на благо. И это действительно очень важный процесс, понимать в каком мире мы сейчас живем, и какие перспективы открывают перед нами современные технологии. Это важно и нужно для каждого. И это действительно важно понять, в каком мире мы живем и как эти технологии работают. И именно поэтому у нас в проекте создана образовательная, бесплатная образовательная платформа, DGU-Education, которая доступна для партнеров, и на которой сейчас готовятся к выходу несколько образовательных программ, которые позволят людям понимать как жить и зарабатывать на технологиях искусственного интеллекта. И это почему мы также предлагаем платформу, DGU-Education. Она доступна и доступна к всем нашим партнерам. Она предлагает несколько образовательных продуктов, которые позволят понять, как жить с технологией, как получить деньги с их. Ну и самое важное достижение, к которому мы пришли за год нашей работы, это то, что мы сейчас готовы заявлять и гарантировать нашим инвесторам, что в декабре 2020 года все инвесторы экосистемы DGU получат первые дивиденды от деятельности, от прибыли, которую зарабатывает компания. И, на самом деле, это очень важное заявление, и очень важный шаг со стороны компании, так как мы идем с опережением нашей дорожной карты на несколько лет. Мы за год пришли к тому, что готовы уже зарабатывать на технологиях искусственного интеллекта и выплачивать доход тем людям, которые инвестируют в экосистему. И это стало возможно благодаря тому, что в экосистеме появился такой продукт, как DGU-WELLS. Это было возможно благодаря тому, что в нашей экосистеме мы скрестили две самые передовые технологии, искусственного интеллекта и блокчейн. Это продукт, который создает, благодаря университету двух технологий, это технология интеллекта и блокчейн. А именно, мы применяем технологии предиктивной аналитики для предсказывания того, как зарабатывать на децентрализованных финансах. И это только первый продукт, который приносит доход внутри экосистемы ДGU. И сейчас я расскажу о том, какие еще варианты и доходы есть в нашей экосистеме, для того чтобы вы лучше понимали. В нашей экосистеме мы выделяем несколько источников дохода которые получают держатели дали ДЖИУ. В нашей экосистеме, мы имеем несколько источников, несколько возможностей для получения денег для тех, которые держателем дали ДЖИУ. Первый источник, как я уже сказал сейчас, это дивиденды от коммерческой деятельности, которую мы ведем. И, как я уже сказал, первые дивиденды, все держатели, абсолютно все, даже те, у кого есть подачные доли, получат в декабре 2020 года, то есть через месяц. Второй важный источник дохода, который есть у держателей дали ДЖИУ, это рост стоимости акций компании. ДЖИУ. 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 То есть, коммерчески успешные продукты, экосистемы ДГЮ обязательно попадут на IPO, где держатели далее смогут продать акции или получить какие-то другие дивиденды именно от роста капитализации компании. Это важно? Третий важный источник дохода который есть в нашей экосистеме – это продажа долей или части компании – крупным, большим технологическим компаниям или фондам. И приведу простой пример который, возможно, будет вам понятен. На примере нашего сервиса, который называется DGU-Vision – компьютерная дрянь. К примеру, как мы знаем, наша технология обладает уникальными функциями, которые позволяют с большой скоростью, точностью и меньшими энергозатратами определять различные показания с помощью камеры. Как я уже говорила, эта технология имеет множественные функции, которые позволяют разобрать, понимать, с меньшими нюансами, по-моему, 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 по-моему. Это вполне реально. И наша технология может интересовать, например, большая компания как Тесла, чтобы производить инструменты, по-моему, по-моему, по-моему. И, в общем, эта технология компания покупает у нас более, ну, или часть в этом продукте, выплачивает нам большие деньги, которые мы выплачиваем держателям долей в качестве дивидендов. Я хочу чтобы вы запомнили вот эту цифру, которую я сейчас назову, и держали ее у себя в голове. Мы заявляем с самого первого дня существования проекта о том, что 50% от прибыли компании будет выделяться на дивиденды держателям долей в качестве дивидендов. И сейчас можно подвести вот такой небольшой резюме моему выступлению. То есть, начиная с декабря 2020 года, держатели долей начинают получать первые дивиденды от коммерческой деятельности. Да, потом, на протяжении деятельности компании, продуктов которые приносят прибыль становятся больше, дивидендов становятся больше. И дальше, на протяжении деятельности, какой-то из этих продуктов покупает крупная компания, к примеру, Tesla или Google, то, что я вам сказал. И вы получаете прибыль еще от этой сделки. И это большой уже будет кусок, там, сразу, вы получаете. И вы, вы уйдете вашу часть в этом рынке. А в дальнейшем, в 2025 году, когда мы выходим на IPO с нашими продуктами, вы уже, как состоятельный человек, принимаете решения, держать акции или продавать, ну, вы больны делать все что угодно. И, я надеюсь, что на текущий момент, доходность от вложений в IT компании, которые занимаются искусственным интеллектом или ведут деятельность связанную с искусственным интеллектом, составляет по доходности от 1000 до 10 тысяч процентов. И очень важно понимать этот комплексный подход к коммерческой деятельности, которую мы ведем, и комплексный подход к, собственно, выплате дивидендов. И важной также новостью для вас может стать то, что за год нашей деятельности мы пришли к тому, что в этом году будут выпущены зарегистрированные ценные бумаги, и все держатели далее станут полноценными акционерами. Мы уже зарегистрированы компании в Евросоюзе, и сейчас идет процесс выпуска ценных бумаг, и мы планируем завершить его в 2020 году. Это очень важный процесс для того, чтобы все партнеры компании, которые вкладывают свои деньги, стали полноценными акционерами и действовали, получали свои дивиденды в соответствии с законом. Это очень важно. И благодарим вас, наших партнеров, за такую поддержку и интерес к проекту. И, собственно, вот эта партнерская деятельность, которая также стала важной частью нашей экосистемы, она подошла напрямую к тому, что мы в этом году также планируем открыть несколько национальных представительств в разных странах мира. И, в первую очередь, это будут страны, из которых мы получаем наибольшее количество обращений и партнеров. Это Индонезия и Коте-д'Ivoire. И, в первом месте, это будут страны, которые мы получаем национальных партнеров, это Индонезия и Коте-д'Ivoire. Это позволит нашим партнерам лучше узнать проект, получать своевременную поддержку, помощь, и вести просветительскую деятельность об искусственном интеллекту. Я готов сейчас перейти к блоку с вашими вопросами. И, перед тем, как мы перейдем к нему, я хочу сказать, что от лица компании мы подготовили небольшой подарок в честь этой конференции. И я презентую его после вопросов и ответов. Давайте перейдем к вопросам. Я попрошу кого-то одного задавать вопросы, чтобы мы хорошо услышали. Я попрошу вас, чтобы мы хорошо услышали. Ольга, попросите, пожалуйста, еще микрофон выключить. Я думаю, что лучше если есть Герард будет задавать вопросы. Герард, есть ли у вас вопросы? Вы можете нам рассказать вопросы, пожалуйста? Алло? Алло, Герард? Алло, привет! Алло? Алло, Герард? Алло, привет! Алло, привет! Алло, вы слышите? Да, мы слышим вас. Вот, вот. Мы будем переходить к вопросам-репонаме, как говорит Северон. Есть ли у вас есть партнер, который будет задать вопросы? Поехали, Мадам. Окей, спасибо. Мадам. Спасибо. 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 Мадам. 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 Продолжение следует... 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 систему обучения и устраивать ее на протяжении длительного времени. Эта технология позволяет aux étudiants, aux партнеров, choisir программу адаптированно и адаптированно прогрессивно. Да, и как любые образовательные платформы или учреждения, мы, естественно, задумываемся о различных стипендиальных программах и о том как мы можем поддерживать студентов, либо каких-то других людей которые желают получать образование и знания. И, конечно, как ни в любой компании, мы думаем в различные бурсы для поддержки или ни в какой или каких-то кто хочет получить образование я думаю, более предметно мы будем об этом говорить в следующем году, но уже сейчас я бы хотел предложить вам более подробно написать нам письмо, где вы расскажете в своей школе, может быть, мы каким-то образом сможем вас поддержать или взаимодействовать. И письмо вы можете передать нам через месье Жерар. Вы можете передать эту литру через месье Жерар. Что касается второго вопроса, если я правильно его понял, я могу... Давайте его переспросим. Давайте уточним. Я спрошу, тогда все ли ясно с первым, да, и прошу повторить. Да, да. Диана. Что-то? Что-то мы наступили к первой вопросу, пока ов� мы будем через месье? Если мы наступили к первой вопросу... мы можем вертили к первому вопросу. Что-то мы можем вертили к вторым вопросам? И так, я précise, в том числе, как вы можете получить поддержку компании, это была вопроса. Это была вторая вопроса? Это была вторая вопроса. Я буду говорить вторая вопроса. Это была вторая вопроса. Да, я в этом заключался. Сколько членов нужно иметь в акте участников, чтобы рассчитывать на поддержку ДИЖУ? Здесь имеется в виду про организацию конференций или, например, про какую-то другую поддержку? Уточните этот вопрос, пожалуйста. Что это такое? Вы можете сказать, что это такое? Я благодарна для поддержки. Связь пропала. Он не entend plus. Речь шла о поддержке различным странам, и вот сколько должно быть участников, чтобы иметь эту поддержку. Ну, в общем, все то же самое, что и сказала женщина, но Жирай уточнил, что речь идет о вот этих представительствах. Я понял. Спасибо за вопрос, и я сейчас попробую на него ответить. Идея с национальными представительствами появилась у нас уже давно, и мы в данный момент принимаем заявки на открытие подобных национальных представительств в тех странах, где партнеры этого хотят. Спасибо за вашу вопрос, я понял. И я хочу, чтобы вы понимали, что нет какого-то одного критерия, по которому мы можем сказать, что если вы его достигли, вы получаете национальное представительство. Это немного другой процесс. Сейчас я его опишу. Для нас национальное представительство включает в себя три важных направления всей экосистемы. Это технологическое направление, то есть разработка искусственного интеллекта. Второе, это вот венчурное направление, привлечение различных команд, стартапов. И третье направление, это партнерское направление, которое развивает экосистему. Для нас, у нас, директора направления, нам поднять три peque punchа, очень важные構нические THEN. Тогда должна быть autism в молодых комиссиях. В каждой квадратных компост он, что cheering в то, что за fashioned пов rising, и обратно, единство активной, И сейчас, естественно, в первый год существования проекта, для нас очень важно развитие партнерской сети по всему миру. И мы в первую очередь уделяем внимание на показатели связанные с партнерской деятельностью. И для нас, это очень важно, сейчас, это развитие этой последней части, третьей, это партнерской деятельности. В целом, в мире, это именно на этом мы мы концентруем. А партнерская деятельность, это деятельность в первую очередь, по моему мнению, связана с выстраиванием дружеских, партнерских отношений и в лучшем понимании друг друга, узнавании друг друга. И вот как было, например, с Мессией Октавом, мы в течение нескольких месяцев знакомились, общались, он задавал нам вопросы. Мы задавали ему вопросы, и, собственно, через несколько месяцев пришли именно к пониманию тому, что основные ценности и качества у нас совпадают. И вот мы можем говорить об открытии национальных представителей. Так же и в других странах происходит это. Как, например, это произошло с Октавом, М. Октавом, с которым мы общались за несколько месяцев. Мы задавали нам вопросы, и, наконец, мы поняли, несколько месяцев назад, что у нас были общие ценности, и мы решили открыть этот бюро. И это так происходит в других странах. И поэтому, если у кого-то из вас есть желание компетенции и понимание того, что в вашей стране необходимо национальное представительство, вы можете также подать заявку, и мы, соответственно, свяжемся с вами. Наш топ-лидер Александр Николаев проведет с вами несколько этапов переговоров. Мы там, и так далее, и так далее. И к чему там мы придем. И так, если вы, если вы хотите, что вы хотите, что у вас будет открыть в вашей стране, вы можете нам отправить вашу вопрос. И Александр Николаев будет высказать. Он будет организовать серию договоров. Ну вот, ответите на вашу вопрос, и давайте перейдем к следующему. Если мы ответили на вторую вопрос, то мы можем перейти к следующему вопросу. Да. Это еще в чате немножко. Герард, я не слышал, вы можете ответить на вопрос, пожалуйста? Вот, вот. Есть кто-то, кто хочет узнать, по отношению с декабря 2020, если это в конце месяца или в конце месяца. А, я понял. Спасибо. Я буду говорить на вопрос. Это вопрос, что я в чате как раз читала. Дивиденды в декабре, а когда точно? Ну, дата какая-то, но не точно, а хотя бы приблизительная дата в начале декабря, в конце декабря. Вот, Изабель задавала этот вопрос в чате. Сейчас, видимо, его повторили. Мы планируем провести расчет и выплату первых дивидендов в первой половине декабря. Ну, я бы ориентировался с 7 по 15 декабря. Для получения дивидендов важно чтобы ваш профиль был верифицирован и, ну, заполнен и подтвержден, все номер телефона, поэтому обязательно зайдите и проверьте все ли у вас верифицировано в личном кабинете. Для получения дивидендов, это важно чтобы ваш профиль был верифицирован, чтобы ваши информации были объявлены, и чтобы ваш телефон номер телефона также объявлены. Так, друзья, я знаю что у нас есть определенный регламент конференции, и я благодарю вас что вы ему следуете. И я предлагаю, ну, мое выступление сейчас подходит к концу, если у вас остались какие-то вопросы, вы, естественно, можете их нам задать или передать, или задать Александру Николаеву, он здесь еще остается. Вот. А я хочу сделать вам подарок. Вот. Аминь. Аминь. Расскажи, я знаю, что конференция есть chronометрая и вы следите за пересмотреть, и вы следите за программу. Мой интервентинка сейчас уже закончится. Если вы имеете в виду, вы можете задать вопросы или вы можете задать вопросы, или задать вопросы, или задать вопросы, или задать вопросы, Александр, который будет у нас еще немного остаться. И наш подарок вам, он заключается в следующем. В честь вот этой конференции, которую организовал месье Жират, в честь того, что она первая в Бенине, мы проводим следующая очень важная промо. Un autre cadeau, c'est en l'honneur de cette конференции, cette конференции qui est la première au Bénin, организованной par M. Жират. Начиная с сегодняшнего дня, и получается завтра, и почти послезавтра, все покупки долей, которые будут происходить в Африке, в честь этой конференции, будут удваиваться. A partir d'aujourd'hui, и encore demain, и après-дема, tous les achats des parts dans toute l'Afrique seront doublés. C'est un grand cadeau, c'est pour vous remercier de votre activité. Et je vous rappelle que les prix pour acheter les parts, aujourd'hui, c'est le dernier jour avec l'ancien prix, et demain, c'est l'augmentation des prix. Je vous salue tous de la part de toute notre équipe, je remercie tous, M. Gérard, les organisateurs, Alexandre, notre interprète, et je vous souhaite de la terminer bien, et je vous souhaite beaucoup une bonne continuation. Je vous dis au revoir, je vous remercie encore, M. Gérard. Merci beaucoup, merci beaucoup au directeur de l'Union, merci à la traductrice, et merci beaucoup, et à tout à l'heure. Est-ce qu'on peut acclamer le directeur au moins? Merci beaucoup, directeur, et merci beaucoup. Merci beaucoup, au CERU. Merci beaucoup, au CERU. Merci beaucoup, au CERU. Alexandre, vous voyez ce qu'il se passe ? Merci beaucoup, au CERU. Merci beaucoup, au CERU. Merci beaucoup, au CERU. Gérard ? Oui, Gérard ? Oui, Gérard ? On peut continuer ? Vous levez la main, vous voulez intervenir ? Est-ce que vous avez vos micros, s'il vous plaît, pour ceux qui n'interviennent pas ? Merci beaucoup, au CERU. 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 Bonjour, madame. Oui, leader, comment vous allez ? Oui, très bien. Oui, en fait, ma question, c'était sur DigiWealth. Oui. Voilà, je ne sais pas s'il y aura encore une autre session, s'ils vont relancer encore une autre session pour que d'autres personnes puissent en profiter. De DigiWealth ? Mais la session est en coût en ce moment. Oui, oui, oui. Oui, et ça finit aujourd'hui. Ah oui, est-ce qu'ils vont relancer ? Certainement qu'ils vont relancer. Voilà, est-ce qu'il y aura une autre session ? Oui, ils vont relancer, mais le bénéfice ne sera pas le même. Là, en ce moment, nous recevons 60% des bénéfices. Et la prochaine session, ça sera 50%. OK. Ils vont relancer, c'est déjà annoncé. OK, OK. DigiWealth ? DigiWealth, oui. Pour les premiers qui ont... OK, mais maintenant, la période, c'est de quand à quand ils déliminent ? Bon, on ne sait pas. Peut-être que ça peut commencer demain ou après-demain. On ne sait pas. OK, OK, OK. Il faut que vous apprêtez. Merci beaucoup. Oui. OK, OK. OK, merci beaucoup et bonne suite. Merci beaucoup, madame. Gérard, est-ce que tu es là ? Allô, Gérard ? Allô, Gérard ? OK, merci beaucoup, mon angemonies. À part 2, 4. Продолжение следует... 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 Это эффективно. Спасибо. Кодио, вы слышали, вы понимаете? Да, я уже понял. Валерий. Но у нас есть много пухов. Пожалуйста, я не понимаю? У вас много пухов вокруг вас, Валерий. Выбрали, ребята? Не я. Не я, пожалуйста. А, хорошо. Это тег, тег. Нет, нет, нет. У меня есть фотография. У меня есть много. Субтитры делал DimaTorzok ваша комиссия. И это становится очень интересным. Я, для меня один из моих компаний, я получил 1000 долларов. И я получил 246 долларов в один месяц. Это не так. Это не так. Я вас encourage, чтобы сделать свои деньги. Это может вы помогать ваши деньги. Вот. Есть еще вопросы? Сильви, Сорго, Изабель, Кофи, Мартин из УАЦ, Улибали, Натогома. Есть еще вопросы? Есть еще вопросы? Есть еще вопросы? пис. Корректор А ведь цена две европиеры с ten ? для тех, кто живет в Африке. Теперь, если мы живем в окраке, мы не знаем, что? Вы записываете вашу компанию в том числе и в каком стране? А, где я живу сейчас, я живу в Англии. Так, я не знаю, что мне адреса в стране. Я не знаю, я не знаю, что мне дать в другом стране. В адресе в стране, то есть, что я живу в Африке. В остальном, я живу в Африке. Я не знаю, что я живу в Африке. В данном случае, в данном случае, в данном случае, вы получаете 625.000 акций. Если ваша компания не является уникой, я вас encourage, чтобы создать ваша компания, ваша компания, ваша компания, ваша компания, передвигается. Сюрли, вы креете свой счет Вы-минадали себе И увеличивайте свой счет Здесь, у вас делает А для того, что вы добавите Комиссию А также Это же Но не нужно Я не использую Мой правый номер Нет, нет, нет Вы используете Номов Птица Уже Или Я жакить Я гераю Самые Мното Моя Крыта Сюрла их имя, я проверю их имя. В моем втором номере, я герю их имя. И это авторитетно. Д'accord. И есть ли мы подскажем ребенка минира тоже? Мне кажется, что мой парень мне сказали, нет? Нет, нет, нет. Если я ему приняю, и я ему приняю номер телефона, он будет знать он минир? Он будет знать, потому что он должен иметь дать и дать имя когда он Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Alors, c'est bon? Oui, c'est bon, l'idée. Oui, je crois bien. Du côté du Burkina et du Cameroun, il faut qu'on trouve de bons leaders du côté du Burkina et du Cameroun qui peuvent organiser également des conférences et mobiliser. Je dis bravo au Bénin, ils ont assuré. Il y avait environ 30 personnes dans la salle et puis on m'annonce environ 45 personnes en présence physique au niveau de la conférence. Et donc, c'est un succès parfait. Près de 80 personnes sur la conférence de Cotonou. C'est formidable et la balle est lancée. Alors, je voudrais encourager la Guinée. La Guinée monte très fort. La Guinée qui était en cinquième position dans le réseau est montée maintenant en deuxième position après le Bénin. Et ça, c'est le boulot qui est en train d'être fait. J'aurais demandé à Valérie de continuer de travailler. Et il est maintenant D2. Il doit se battre pour être D3 rapidement. Bravo, Val. Bravo, bravo, bravo. J'invite également le Togo avec Kojo Lucien. Il faut qu'il monte D2 rapidement. Oui, je suis déjà D2 un leader. Kojo, tu es déjà D2 depuis ça? Oui, oui, oui. Aujourd'hui? Oui, je lui ai répondu. Ah, mais félicitations. Ah là là. Ça me rédite d'être en l'air. Oui, oui, je suis fier. Ça montre que vous êtes de grands leaders. Vous êtes de vrais leaders. On ne sait pas tomber en se choisissant. Et ça doit... En ce moment, le plus grand grade en Afrique, c'est moi D3. Mais je me bats pour être à D4 parce que les Blancs, là, ils sont déjà à D4. Le grand parrain est déjà à D4. Donc, il faut qu'on se batte parce que c'est là-bas qu'il y a de l'argent, au fait, à ramasser. Évidemment, évidemment. Appelons les filles. Moi aussi, le mot là. Je vais faire tout pour suivre. Je vais faire tout pour dire. Je vais faire tout pour dire. Écrisons. Ah, 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 ah. À nos gars, nous allons nous battre au moment venu pour demander au siège d'aller faire une visite en Russie. Oui, oui. Tout ça est dans le projet. Donc, ce n'est pas le travail seulement qu'on peut réussir ça. Il faut que nos réseaux grossissent et qu'on soit de vrais représentants. Oui, oui. Il faut vraiment qu'on se batte pour que le siège puisse nous octroyer les visas en temps opportun pour qu'on aille visiter le siège et qu'on ramène des images pour dire à nos compatriotes africains que nous sommes dans la vie de Valérie, dans lequel il faut y rester. Travaillons, travaillons et continuons de travailler. Mais ne travaillons pas seuls. Associons-nous à des bonnes volontés, à des jeunes visionnaires qui ont envie de travailler avec nous. D'accord? Ne fermons pas. Il faut que tout le monde puisse en profiter. Oui, c'est comme s'il y a une fille qui a levé la main. D'accord? Elle peut intervenir, il n'y a pas de problème. C'est vrai. L'idée est là, Sylvie. Tu es là? Sylvie? Sylvie? Allô, Sylvie? Elle a fermé son micro. Oui, bonjour. J'ai fermé mon micro parce qu'il y a le petit à côté qui fait trop de bruit. Excusez-moi. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Alors, je vous remercie tous. J'ai apprécié la présentation. Et donc, j'ai eu une part de réponse grâce à Valgris. Et moi, j'aimerais aussi savoir si les chaînes noms noms marchent aussi avec Vivi. C'est-ce que c'est ça? Oui. C'est ça. Et du coup, grâce à elle, j'avais écrit aussi ma petite soeur parce que je me suis dit, eh bien, nous, on est condamnés, on a commis un crime de fait de partie de chez nous. Oui, il faut être sous toute la famille. À part maman, douze, neveu, tout le monde. Carrément, d'accord. Non, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Vous n'allez pas vous prêter. On a un projet de venier. Oui, c'est l'élu. Oui. Mais là, tu as… Ma question, je ne sais pas si vous l'avez… Je suis arrivée dehors aussi. Il y a des fois qui travaillent, ça fait du bruit dehors, ça m'est bien. Oui, oui. Alors, on avait demandé si Diju allait continuer, c'est bien ça. Je vous réponds oui, Diju va continuer. Oui, Diju va continuer. Mais le taux du bénéfice qu'on va partager ne sera plus à 60 % comme ça l'est en ce moment. Mais ça va descendre à 50 %. D'accord. Aussi, c'est que ce que j'aimerais… Ce que j'aimerais savoir aussi, c'est que, par exemple, si je prends l'investissement de 10 000 $ en tant que ma petite sœur de tout moi, est-ce que le paiement en échelon, est-ce que c'est aussi autorisé là-dedans ou il faut tout payer en tant que ma petite sœur de tout ? Non et oui, oui et non. Bon, non, parce que l'investissement minimal, c'est 10 000 $, je pense que si vous payez la première mensualité minimum de 1 000 $, le reste, vous pouvez compléter à tout moment. D'accord. D'accord ? Mais il faut payer au minimum 1 000 $ pour démarrer. D'accord. Quand vous payez en échelonnement, comme vous le dites, la date de payer les dividendes, on vous payera les dividendes que vous avez déjà payé. D'accord. D'accord ? Par exemple, vous pouvez payer les dividendes officiellement demain. Si demain, vous avez déjà payé 3 500 $, en même temps qu'il y a 3 500 $, on vous payera des dividendes. Les dividendes seront que sur les 3 500 $, c'est ça ? Oui, c'est sûr que vous pouvez payer. D'accord. 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 Allô ? Non, non, ce n'est pas mon numéro. Je t'ai dit que ce n'est pas d'unité. Alors, Sylvie, mettez 50 000 $ sur le projet et vous n'allez pas l'heureux. Ah, mais j'aurais bien aimé, mais en ce moment, comme on est encore en reconfinement, surtout l'économie, la France veut surtout garder l'économie pour elle. Mes comptes sont bloquées, mais je vais me battre au point de mettre au moins le maximum. Mais ce prix-là, c'est impossible de le mettre. Sinon, on va me demander de déclarer, patata, patata. C'est doucement, c'est doucement, doucement. Ils ne le feront même pas. Vous ne pouvez pas le faire en France. Appelez-nous ici en Afrique, on va créditer votre compte et puis vous allez faire vos payements. Évidemment, évidemment, leader. Les unis qu'on est en Afrique, c'est comme ça, ça peut passer. Laissez votre numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone. Je suis en train de mettre une stratégie en place là pour me permettre de faire des au Guinéens de mieux comprendre le projet. Je ne sais pas si ça peut être utile pour les autres aussi. Allons-y. Partagez-nous ça. Voilà. Donc, j'ai créé un groupe dans lequel j'ai ajouté beaucoup de personnes. Il y a certains de mes amis qui ont ajouté encore leurs amis. Donc, nous sommes tous dans le groupe. J'ai expliqué le business à ceux qui peuvent mieux comprendre. Donc, ceux-ci aussi sont en train d'expliquer ça à leurs amis. OK? Oui. Voilà. Donc, moi, par exemple, la langue que je parle est différente de celle de mes amis. Donc, quand mon jour arrive, je fais la présentation dans ma langue maternelle pour permettre à ceux qui comprennent ma langue de mieux comprendre le projet. Wow! Et un autre jour encore, je dis à telle personne, comme toi qui comprends cette langue, il faut expliquer le business pour que ceux qui comprennent cette langue puissent encore comprendre davantage le business. Donc, c'est tour à tour. Donc, comme ça, j'évolue maintenant. Je pense que c'est mieux pour les autres aussi. D'en faire. Je comprends pourquoi tu exploses les chiffres chez toi. C'était dit, hein? Tu vois ça? Tu vas dans le patois même pour expliquer l'intelligence d'activité. C'est super! C'est bien. C'est super. C'est très bien. Il me laisse demander, Isabelle, vous allez à deux doigts, hein? Je ne suis pas loin. Elle a des filles. Elle est des deux? Je suis des un. Isabelle est des un. Il faut vite aller à des deux, hein, Isabelle? Oui, oui. On va tout faire pour... Il faut trouver deux filles qui vont te faire D1 rapidement et puis... Non, je suis déjà D1. Donc, il faut que je passe D2. Oui, il faut que tu trouves deux filles qui passent D1 pour que toi, tu passes D2. D'accord. Je vais les chauffer. Regarde, je viens maintenant. D2. D'accord. Voilà. Voilà. Bâtons-nous, battons-nous, battons-nous. Il y a beaucoup d'argent. C'est pas la commission que je suis en train de regarder, hein? Comment? Je dis, c'est pas la commission que je suis en train de regarder dans l'entreprise. Je veux aller à D6 pour recevoir un pouce temps du montant investi dans toute l'entreprise. C'est très ambitieux. C'est très ambitieux. Non, mais 1% du chiffre d'affaires de l'entreprise, vous l'imaginez? Ça change la vie, ça. Oui. C'est clair, c'est clair. C'est faramineux. Ça change la vie, oui, oui, oui. Je pense que d'ici la fin du mois prochain, je dois aller à D3, hein? Et qui parle? C'est le représentant national du Togo. Ah bon? Tu vas aller à D3? À dici la fin du mois prochain. Définie l'en-ci. Ah, là. Je suis inquiété, alors, à mon poste. Je suis inquiété à mon poste. Alors, je dois commencer à courir. Ouais. Comme d'habitude, tu passes à D3 directement, tu vas te décompenser comme hier. Ah bon? Merci. C'est quoi la récompense? Ouais, ouais. Elle m'a décompensé de 4 dollars quand je suis passé à D2. Tu transmets des dollars dessus. C'est pas possible. Ça se veut comparer, ça. Ouais, ouais. Isabelle vient là-bas, elle va recevoir pour lui encore. Tu vois ça? Ouais, mais là, si Isabelle passe D2, tu passes D3, là. Ah, mais il faut que je... Oui, bien sûr. Il n'y a rien à faire. Il faut l'aider à inscrire sa petite soeur. Elle va mettre le pack de 10 000 dollars. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je n'ai pas pensé. Je vais inscrire deux personnes. Voilà. Même si un doit prendre petit, l'autre va prendre gros. Comme ça, je vais passer. Je vais faire comme ça jusqu'à je vais dépasser Valérie. Non, non, non. C'est vrai que c'est vilain. Il faut nous dépasser. Je ne vais pas dépasser. Il faut nous dépasser. Il faut nous dépasser. Non, laissez-moi vous montrer les secrets. Laissez-moi vous montrer les secrets. On ne sait pas en WhatsApp après. C'est tout. Ok, ok, ok. Ça m'a marqué aussi. Pour le partage d'expérience, c'est formidable. Ok. Il y a autant d'engouement sur le projet. Sylvie, tu veux parler encore? Sylvie, tu veux parler? Je vois ta main levée là. Sylvie, elle est là? Je suis là, je baisse la main. Je vais toujours vous laisser. Bonne suite à vous. Et puis, portez-vous bien et ne lâchez rien. Non, pas du tout. On est accrochés là. Merci Sylvie. Au revoir. Au revoir. Moi aussi, c'est ceux qui m'avaient pas mis de terrain. Non, nous allons étonner les Russes. Ils seront obligés de venir ici, de visiter nos pays. On va les étonner, on va les bousculer, on va leur montrer qu'on ne s'amuse pas avec le travail. Donc, bravo à vous. Bravo à tout le travail qui a été abattu. Et nous allons nous parler un peu plus régulièrement. Je suis en train de mettre en place les débats pour qu'on fasse des webinaires, pour qu'on fasse des conférences comme ça, pour édifier les cellules, pour mieux expliquer les choses. Et je vous donnerai les bonnes nouvelles au fur et à mesure. Merci. Merci, Luda, pour votre engagement vis-à-vis de ce projet. Nous sommes tellement reconnaissants envers vous. Et on se dit rendez-vous au sommet. Au sommet, toujours. Salut le Togo, salut le Gabon, salut le Bénin, salut le Cameroun, salut le Burkina Faso. Que Dieu nous garde en vie et à très, 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 très bientôt. À très bientôt. Merci. L'idée Valérie Goumour, à très bientôt. L'idée Isabelle, à très bientôt. À très bientôt. Vous qui êtes au pays, faites attention. Aujourd'hui, ça risque d'être chaud et le jour à venir. Que Dieu vous protège là-bas. Amen, amen, amen. Amen. Merci. À la prochaine. À la prochaine, oui. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Продолжение следует...